Здравствуйте! Welcome to Ukraine! Новый альбом, Desire. Вы приехали сюда к нам, вы его представляете. И мы знаем, что этот альбом не похож ни на какой другой. Ни на какой другой, который у вас был. В чем ступенька? В чем отличие? Чем вы будете сегодня удивлять стереоплазу? Я думаю, для нас альбом Desire – это шаг вперед. Но все же есть несколько моментов, которые напоминают наш предыдущий альбом Surrender. А некоторые треки чем-то похожи даже на наш самый первый альбом. Да, для нас это всегда новый опыт. Нам важно не повторяться. Надеемся, наши поклонники его оценят и отправятся в это музыкальное путешествие вместе с нами. Очень часто мы у исполнителей, у которых берем интервью, спрашиваем о любимых песнях. Вот три песни, которые вас вдохновляют. А вы же исполнители? Кто вас сейчас вдохновляет? Ну вот, например, нам очень нравится песня Depeche Mode – Never Let Me Down Again. Еще нам очень нравятся такие ребята, как группа Killers. Нам очень нравятся также Prince, David Bowie. В целом, мы любим миксовать разные жанры и разных исполнителей. Нам очень нравится вдохновляться абсолютно разной музыкой. Это может быть как и новое звучание, так и старая добрая классика. Я думаю, вы догадываетесь, что в Украине особенно любят ваш клип Beautiful Ones, который вы снимали на улицах Киева. Что-нибудь еще из нового альбома, может быть, запланировали здесь? Пока здесь, пока во Львове, пока в Киеве. Да, нам бы очень хотелось. Кстати, мы сняли в Киеве целых два клипа. Помимо Beautiful Ones, мы также сняли клип на песню Wings. На самом деле, нам очень понравилось работать со здешней командой профессионалов. Ребята из украинского продакшена реально нас впечатлили. Правда, это было очень круто. Поэтому мы решили повторить. Вчера, кстати, вы были во Львове. Расскажите, как там атмосфера? Да, было очень здорово. Но концерт был на грани срыва. Дело в том, что наш грузовик с аппаратурой надолго задержали на украинско-польской границе. И да, все очень боялись, потому что концерт мог в любой момент сорваться. Но все закончилось хорошо. Правда, начать нам пришлось немножко позже. Но мы были очень рады оказаться на сцене. Люди были потрясающие. Было крутое шоу. И публика такая теплая. Да, Львов – это большой красивый город. Чем-то он даже похож на Париж. Были рады побывать в этом уголке Украины, в котором мы никогда не были. К слову, мы были еще в нескольких украинских городах. Это Харьков, Днепропетровск, Одесса. Но никогда не были на западе Украины. Вы так часто бываете в Украине. Я сегодня даже в эфире «Энерджи» говорил о том, что вы знаете все больше и больше с каждым годом украинских слов. Возможно, переедете даже. Как вам публика? Соскучились ли вы по Украине? Да, она потрясающая. Такая громкая, такая страстная и преданная. Вот примером тому была прошлая ночь во Львове, когда шоу задержалось на несколько часов. Тысячи поклонников просто ждали. Не важно, что было холодно. Был дождь или снег. А когда все началось, они были с нами. Как будто бы ничего не случилось. Они были счастливы. У вас огромная армия поклонников. И мы знаем, даже фиксировали факты, когда поклонницы из разных городов, из разных стран переезжают за вами в тур, в вашем мировой тур. Узнаете ли вы в первых рядах таких поклонниц, которые ездят за вами в тур? Абсолютно. На каждом нашем шоу эти ребята, которые стоят у сцены. Мы помним их лица. Мы их узнаем. Некоторые из них приезжают из других стран. Например, как одна девочка из Ирландии. Она не пропускает ни одного концерта с нами. Вторая девочка из Латвии. Тоже на каждом нашем шоу. Да, мы всегда распознаем лица наших преданных фанатов. Куда бы мы ни поехали, всегда что-то происходит. Много очень всего с нами происходило и не только в этом туре, а вообще в разных наших турах. Однажды, когда мы были в Киеве, я спал в своем номере отеля. А кто-то зашел тайком в мой номер, когда я спал, и меня напугал. Может, это был телохранитель, а может и нет, но это было до чертиков страшно. По поводу курьезов, ну, таких, как, для воспроизводства новая амплуа, в клипе на песню Дэвид Гоу, ты катался на шутях, освоил это искусство, и это очень интересно. Как? Сложно ли было? Да, да, я учился кататься на лошади. Это было тяжело. Очень тяжело. Потому что изначально я учился кататься на седле, но когда мне показали видео, как это должно быть, там не было седла. Это было тяжело, но очень забавно. Мне бы хотелось, конечно, больше покататься на лошади в клипе. Еще один вопрос. Мы тут выяснили с поклонницами, что у тебя на теле есть татуировка на русском языке «счастье». Почему? Откуда? Почему «счастье»? И почему на русском? Это секрет. Могу сказать одно. Это не новая татуировка. Я сделал ее давно. Попробуйте угадать сами, что она значит. Адам, у тебя есть татуировки? Да, у меня есть татуировка. Это большой портрет Тео у меня на спине. Ребята, гайз, нам очень интересно, кто пишет песни группы «Хёрт», или же вы сами, у вас мозговой штурм, сели перед сценой, написали ее в ресторане. Вот расскажите подробно. Потому что нашей армии поклонятся очень интересно. Да, мы делаем это вместе. Мы всегда работаем в команде. В основном музыка, которую мы создаем, идет от нас обоих. Наша музыка – это реальные истории людей, которых мы знаем. Или жизненные ситуации, которые вдохновляют нас задомом. Мы верим, что эти истории проникают прямиком в сердце. Да, мы по-разному пишем песни. Зачастую забываем, как делали в предыдущий раз. Поэтому это всегда новый подход. Это не важно. 50 на 50. Мы знаем, что у вас есть музей подарков. Потому что на каждом концерте так много подарков от поклонников, что, знаете, как тут есть музей «Поль чудес», кстати, где-то в Москве. Так и у вас есть музей подарков группы «Хёртс». Да, очень много необычных подарков. В этом туре лучшее, что мне дарили – это, наверное, забавная история с моим именем. Кто-то заплатил, чтобы мое имя отправили на Марс, на космическом корабле. Также помню, кто-то подарил мне ожерелье, сделанное из обломков метеорита. Да, мы получаем множество рисунков, книг. Очень много крутых вещей мы получаем от наших поклонников. Да, очень много рисунков. И мы никогда не возвращаем их обратно. Они все потрясающие. Ну и последний вопрос, который интересует всех наших... Привет, последний. Нет, кто Кваштинс. Всех наших поклонниц. Я обещал задать этот вопрос. С последнего визита в Украину, с прошлого года. Ну, мы будем сейчас с прошлого года. Занято ли сердце Адама Итео? Нет, мы все еще в поисках той единственной. Мы пытаемся ее найти. И еще один вопрос. Адам, если тебя вдруг поклонницы силой оставят в Украине после этого концерта, Тео, смогу ли я претендовать, ведь у меня тоже рыжая борода, претендовать на место солиста в коллективе? Да, у тебя одежда в нашем стиле. И еще рыжая борода. У тебя есть все шансы. Привет, Энерджи. Я Тео, а я Адам. И мы очень любим вас. Украина. Мы всегда рады быть здесь.